Творчество, обреченное на гибель. Синим пламенем по всей стране в воскресенье 18 февраля сгорят тысячи чучел-масленицы. Подготовка к самому удалому и раздольному празднику началась и в нашем регионе. Особенно преуспела Шуя. В этом году там объявили конкурс на лучшее праздничное чучело. Заявок подано больше 20 от школ, клубов и просто рукастых горожан. Требований немного. Фигура должна быть полтора метра в высоту, яркая, необычная и выполненная из горючих материалов. В первой гимназии города Шуя вовсю идет подготовка к конкурсу. Масленицу делают по эскизу национальной обрядовой куклы. Используют ткани бумагу. Идея такова, когда сжигаешь куклу, расстаешься со всем плохим, что было пережито в этом году, или с плохим, что пережито было за трудную зиму. И встречаешь уже весну с чистой душой, с радостью. Поэтому мы выбрали бумагу как самый доступный материал. Ну, естественно, будет гореть хорошо. Современные материалы ткани, они чаще всего с синтетической нитью. Поэтому мы думали о том, чтобы было меньше запахов, скажем так. Эти семиклассники мастерят куклу-масленицу впервые, после урока ИЗО. Поэтому решили вытворять по всем правилам. Чучело будет с поднятыми над головой руками, держащими солнце. Мы делаем это для ребят, которые будут сжигать, и им передать вот это все обычае, и показать, как праздновали этот праздник наши бабушки или дедушки. Я как бы делаю платье для чучел, которые будут сжигать на масленице, чтобы, можно сказать, прогнать зиму, чтобы встретить весну во всей ее красе. Вырезали такие специальные куски и совмещали, как бы получалось такое платье, ну, прикольное, можно сказать. Так выглядит главное чучело-масленицы в шуе. Его поставят на площади и показательно сожгут в честь будущей весны. По традиции кукла должна быть некрасивая, смешная, чудаковатая, будто весь год работала и износилась. Да и чтобы сжечь его было не жалко, хотя на Руси жалеть масленице было не принято. Их топили, не обязательно их сжигали, потом уже стали жигать. Их топили, их клочья разрывали, попали, им все сено, вот даже не сжигали. Всю эту солому разбрасывали, чтобы она ветром у себя разносилась. Вот, в принципе, чтобы она ушла, так вот. И почему всегда она должна быть без лица, чтобы душа не горела. Вот сейчас, когда сжигают, чтобы не уносилась душа. Главная масленица шуи красивая, потому что народ хочет зрелища и ярких снимков. На память. В короне фигура первый раз. Она дала родная быть, все-таки русская красавица. Поэтому у нас там попка и все там, все прелести ее всегда сохраняются. Там мы где-то подвязываем специально, чтобы это все было так. На девочку, на женщину похожую. А каждый год меняем, потому что, например, у нас то, лесь украинка была такая немножечко в прошлом году. Ну, потому что люди, когда фотографируются, и каждый год, чтобы не повторялось, они говорят, да, вот это я был с внуком, дальше это значит он уже в студентах или еще что-то, чтобы разные были немножко, не похожи год из года на одно и то же. Чтобы кукла горела дольше, в культурном центре Павловске придумали фишку. Тело оплетают проволокой и набивают соломой. В условиях конкурса прописано решение, сжигать или нет масленицу, принимают сами участники. Все решили кукол спалить, чтобы от плохого избавиться на весь будущий год. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Шуя.